Всем привет! Немного новостей с поляны Дома 2. Компромат на Игоря Григорьева, который показала Клаве Элина Рахимова, ребят рассорил окончательно. Клаве стало известно, что рука Кати лежала на ноге Игоря достаточно долгое время. Игоря все устраивало, освободиться он и не стремился. Из-за этого обмана был большой скандал. Клава и Игорь раскричались налобным, стали кидать друг в друга все, что попалось под руку. Максим пытался Клаву успокоить, повредил руку себе. Игорь отправил Клаву на три буквы. Она и уехала с поляны, но к подружкам. Также она удалила все совместные фото с Игорем или просто их скрыла из Инстаграм. Максим Зарохович взял паузу в отношениях. Хотелось бы, чтобы у нас было все хорошо, но мы то говорим громкие слова друг другу, то ругаемся. Она хочет жить по своим принципам, я по своим. Пазл никак не складывается. На данный момент я не хочу никого видеть рядом с собой, пока не проведу работу над ошибками. Мне нужно посмотреть на себя со стороны. Элина предположила, что Максиму нравится Катя Квашникова и устроила скандал. Если кому-то кто-то нравится, в добрый путь я не пропаду. Я точно ставлю точку в этих отношениях. И я никуда не ухожу. Моя история на Доме-2 не закончена. Максим отвечает, Квашникова мне никогда не нравилась как девушка. Я в этом плане ее не рассматривал и рассматривать не буду. Но она прикольная как человек. Это не помешало Максиму сходить с Катей на свидание. А Элина уехала на концерт из Токио с Настей Волковой. После концерта Никита приехал и отвез уставших дам на поляну. Вчера вечером вот Максим и Игорь сидели грустили. Все очень печально, говорят. За один день и минус две пары на проекте. Мы опять свободные, одинокие волки. На голосовании было очень много голосов против Элины. Но она не ушла. Девушку спас Алексей Безус. Даша покинула шоу на этот раз. Зрители переживают за кошку Саши Черно. Женщина ушла за периметр веселится с парнями, а кошку оставила. Иосифу же животные никогда и не были нужны. Мадына плачет, брошенная хозяйкой голодная. Иосиф ее не кормит. Приходится сердобольной Вике Салибековой заботиться о животном. Бывший участник Дома 2 Ярослав Диатлов. Ярик рассказал о волшебстве Саши Черно. Говорит, что было два раза два эпизода. Причем она сама попросила. У меня есть переписка, где она меня зовет в ВИП, где нет камер. Черно отвечает, нет ничего хуже обиженных мужчин. Это будет мне уроком. Не жалеть всех подряд. Я даже уже и забыла о нем. Я понимаю, что стала ярчайшим событием в его жизни. Пусть гордится. Ну и говорит, волшебства, конечно же, не было. Это не я за ним бегал, он за мной бегал. Он два раза мне делал бабу Лизу и хотел еще. Но за волшебство это не считается. В общем, любит Черно молодых. Похудела на 70 килограмм и Остапа понесло. Вот один из комментариев. Правили мы ее за это осуждать? Конечно нет. Это ее жизнь и ее правила. А почему плачет Катя Горина? Последние дни я много переживаю. В который раз убедилась, что мир не без добрых людей. Жизнь меня любит, несмотря ни на что. Потом ее состояние улучшилось. Катя поехала за город с семьей, с бабушкой и братом. У брата день рождения. Обещает скоро нам рассказать о причине недавних слез. Вчера на поляне отмечали день рождения Яны Фиткевич, администратора дома 2. Девушка была в странном мятом платье, с вырезом до пупка. Может, сейчас такая мода. Она накрыла стол, пригласила коллег, участников проекта, Рахимову с Максимом. Фотографировала всех на старый пленочный аппарат. Яна показала также всем свою сестру. Девушки очень похожи. Она в очках, потому что умная, а я не умная, говорит Яна про свою сестру. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Субтитры сделал DimaTorzok